Уважаемые коллеги, участники этого семинара, я бы хотел начать с того, чтобы присоединиться к словам глубокой благодарности Лене Немировской, Юрии Синокосовой и удивительной их команде сотрудников, сотрудниц, которые смогли организовать этот второй форум в Берлине. Также, конечно, большое спасибо Роберту Бош-Шрифту и Нупе, которые тоже здесь вложили большой вклад. Много очень правильных и глубоких соображений было сказано насчет положения политики в Европе. Я собираюсь сказать как можно короче об некоторых базисных фактах насчет экономики, очень коротко о политике внешней и оборонной и о так называемой мягкой силой Евросоюза. Евросоюз является один из трех главных экономических формирований в мире вместе с Соединенными Штатами и Китаем. Примерно на уровне 18-20% от волового продукта в мире. Однако Евросоюз показывает более низкую динамику роста. Это прогнозы для еврозоны, но если вы видите красные линии и прогноз до 2019 года, это из материалов валютного фонда. Идет рост Азии, естественно. Есть некоторые торможения роста в Соединенных Штатах, но все же они остаются очень на высоком уровне. Но Евросоюз является супердержавой в области торговли товарами и услугами. Это координированная политика в области торговли в отношении остального мира. Это самый большой внутренний рынок к тому же. Но мы приходим к сегодняшнему дню. Здесь наблюдается торможение прироста в Евросоюзе по сравнению с предыдущими периодами. Если вы видите, еврозона уже до начала действия евро теряла динамики по отношению к Соединенным Штатам. И после начала, в начале 2000-х годов, эта разница увеличивается. А затем все мы были под действием финансового кризиса 2007-2008 годов. Вы видите, спад. И потом еврозона только в этом году пришла к тому же уровню, что и до начала кризиса. Вы видите кривую Соединенных Штатов. Это красная. Случайно там Швеция, но туда можно было включить другие страны, которые не входят в еврозону, как Польша, Великобритания, где наблюдался более динамичный рост. Характерно для последних лет – это кризис евро и интерес, или скорее кризисное обращение с этой структурой. Какое начало еврозоны? Это после падения стены Коль и Миттерон согласились об ускорении уже ранних планов на введение общей валюты. Как средство объединения, сплочения Евросоюза, повышения роста через увеличение экспорта, импорта, торговли и облегчения инвестиций внутри этой зоны. Но все это без финансово-бюджетно-налоговой базы, которая во всех существующих монетарных союзах является необходимым условием. Вместо этого придумали так называемый пакт стабильности, предел для дефицитов бюджетов 3% от ВНП, и предел для границы для долгов в отношении ВНП на уровень 60%. Это должно было привести к конвергенции, консолидации и постепенно из-за сближения разных экономик, зоны и к политическому союзу. Экономисты, однако, говорили некоторые, что да, есть ясный положительный эффект на торговлю в такой зоне, где единая валюта, и на капиталовложение инвестиций. Однако, потеря контроля над рычагом макроэкономики, регулирование спроса в экономике через денежную политику и через валюту, эти эффекты, они больше, чем положительные эффекты от того, что я как раз назвал. И к тому они сказали, что это приведет к расхождению динамик разных частей, частей зоны, и это, в свою очередь, приведет к трениям и конфликтам внутри зоны. Словом, политические проблемы. Госпожа Меркел, которой можно питать очень глубокое уважение, она в разгар еврокризиса сказала, что если нет евро, то нет ЕС. Это в двух отношениях не совсем правда. Во-первых, как я показал здесь, Евросоюз развивался относительно лучше до введения евро. И во-вторых, она забыла про нас. Одну треть Евросоюза не входит в еврозону. И вот если посмотреть, что делается в этой части Евросоюза, то там никаких трений нет, никто не вмешивается во внутренние дела, в бюджеты соседних стран, не требует изменения режима работы аптек или повышения возраста для пенсионного возраста. И, например, на самом севере Евросоюза, включая тогда и Норвегию, у нас четыре разные валюты, и мы живем... Интеграция, она на очень высоком уровне между этими странами. И можно добавить, что вся работа политическая вокруг еврозоны, она очень потребляла много политической энергии. Мы вспоминаем, как весь Евросоюз был занят экономическими проблемами Греции, Туда вкладывались громадные деньги, чтобы содержать Грецию внутри зоны во что бы то ни стало. Я присоединяюсь к высказыванию, например, видного историка Тимоти Гартенаш, который утверждает, что самая большая ошибка, которая была сделана, это преждевременное введение единой валюты. Это тоже высказывает такой, как Отт Марисин, бывший главный экономист Бундесбанка. Ну хорошо, теперь мы видим положение, где Евросоюз есть определенный рост, но на очень низком уровне, 1-1,5%. Главным образом, здесь очень большие разрывы в уровнях безработицы внутри Евросоюза. Скандально, просто невероятные уровни безработицы на юге, Европы, в то время как другие страны, включая той, в которой мы сейчас находимся, уровень очень, или во всяком случае, низок. Ну что, куда идти из сегодняшнего положения? Мы находимся в этой ситуации. Что делать? Кто виноват? Я, кстати, уже намекнул на это. А вот что делать? И здесь вырисовываются в дискуссиях, можно сказать, три главных варианта. Один, который предложен пятью нашими президентами, в прошлом году они выпустили, это президент Европейского Совета, парламента и так далее. Они опубликовали проект о том, как усовершенствовать еврозону. И там предвидится сначала в рамках существующих трактатов договоренностей разные усовершенствования, шаги, но потом тоже изменение основных конституционных документов для того, чтобы привести к политическому союзу, совместному бюджету, основанному на собственных так называемых ресурсах, то есть налогов, министерства финансов союза и так далее. Но это строится на гипотезе об том, чтобы имели место довольно существенные трансферты между странами без достаточного наверное политического контроля со стороны суверенных парламентов и во всяком случае эти предложения не встречались большим энтузиазмом. Многие видят под этим планом как бы систему, где более успешные страны в рамках еврозоны должны платить менее успешным. или более грубо выражаясь Германии придется платить за остальных. Что конечно не ввиду новейшей истории с Грецией и с остальными не вызывает особенного энтузиазма в Германии. Второй вариант это так что маловероятно в ближайшей перспективе что элита европейская пройдет по этому пути. Один момент это то, что это наверное потребует референдумы и референдумы показывают, что часто отклоняются такие шаги в будущее. Вторая альтернатива или путь это конечно следовать советам самого видного экономиста Германии Ханс Вернезин который предложил что можно же выйти на время из еврозоны и восстановить конкурентноспособность и потом привести свои реформы потому что это легче если можно через девальвацию восстановить конкурентноспособность производства занятости и так далее а потом вернуться но это конечно политически невозможно я бы хотел добавить тоже очень интересное предложение нидерландского правительства насчет того как улучшить демократическую легитимность Евросоюза что касается распределения власти между уровнем Евросоюза и национальным уровнем и они предлагают более точный критерий для установления что должно решаться где а именно на национальном уровне если это возможно на европейском уровне если это необходимо ну третий вариант это просто самотек это примерно сегодняшняя ситуация есть определенное слишком слабое но все же оживление экономики не надо раскачивать лодку и в перспективе очень трудных очень трудных переговоров с Великобританией насчет Brexit то вырисовываются разные варианты вот ядра вокруг Евросоюза Евро и более периферийные разные круги вообще это это такая интеграция уже существовала например Шенгенская зона она не охватывает все страны ЕС но зато Норвегию и Швейцарию и так далее есть разный банковский союз целый ряд решений конструкций которые не охватывают все страны ЕС такая вот подвижная тактика наверное то что реалистично можно применять сегодня под конец очень коротко насчет насчет обороны и вот это расходы на оборону в мире и можно отметить что если взять совместно Германию Великобританию и Францию то общие их расходы примерно вдвое больше российских но здесь конечно большие трудности с расчетами что и так и конечно большие разницы что касается готовность применять эти ресурсы но вы видите что Соединенные Штаты они уже заоблачно касаются по сравнению с остальным миром что касается внешней политики то это остается вопросом государств членов ЕС но идет продвижение в сторону все больше координации политики и нужно сказать что здесь последнее развитие на Востоке сильно стимулировало вот эту координацию аннексия Крыма деятельность шахтеров и трактористов с помощью танков и буков которые они купили в Аенторге все это стимулировало сильно объединение Евросоюза и мы видим что санкции проводились не только в адрес Ирана но и действуют в отношении Российской Федерации Евросоюз является очень большим игроком что касается сотрудничества с развивающимися странами Development Corporation они не полностью доходят до до цели 0,7% от БНП ежегодно но недалеко от этого и значительно больше чем например Соединенные Штаты постепенно строится энергетический союз тоже который сплотит Евросоюз в отношении обеспечения энергии и сейчас после Brexit идут разговоры насчет усиления сотрудничества в области обороны но там конечно НАТО остается решающим фактором под конец Soft Power здесь много об этом уже было сказано это же очень привлекательная модель европейская цивилизация европейский стиль жизни демократия свобода верховенство права и ценности ценности просвещения и можно сказать что это не только общие ценности но они же воплощены в жизнь если посмотреть на Human Development это индекс человеческого развития в мире то все страны ЕС входят первые 50 стран по рейтингу надо тоже под конец сказать очень важную вещь где Евросоюз несмотря на все трудности о которых мы здесь говорили лидируют в мире а это по борьбе за экологию конечно угроза невероятных пропорций для всего человечества и там Евросоюз выступал и выступает как самый активный деятель так что в заключение постепенное снижение относительной доли Евросоюза как экономический фактор в мире но это из-за того что развивающиеся страны значительно быстрее развиваются Еврозона остается в среднесрочной перспективе гордивым узлом Евросоюз остается супердержавой в области торговли это может быть можно сказать второсортная или второступенчатая власть что касается военной мощи но зато зато что касается мягкой власти несмотря на все Евросоюз один из самых или даже самый главный действующий единиц в мире спасибо за внимание I'm very happy and honored to introduce Lev Schlossberg for those who don't know him he is one of the most outstanding young politicians in Russia he has been carrying democracy on his rather narrow shoulders in Pskov for decades and now against all odds is again a deputy of the local parliament in Pskov but above all I would say he is one of the most prominent democratic politicians and has been very active within Yabloko very welcome thank you thank you Дамы и коллеги, дамы и господа, большое спасибо Михаилу за теплые слова. Именно школа познакомила нас с Михаилом Сульманом, тогда исполнительным директором Нобелевского фонда на знаменитых семинарах в Голицыно. И я надеюсь, что эти семинары вернутся, в том числе в Голицыно. В том числе в Псков и Псковскую область. Я очень благодарен Елене Михайловне за приглашение на этот форум. Год назад у меня не было возможности приехать и участвовать в этой работе. Сегодня эта возможность есть, и меня это очень радует. На самом деле школа и ассоциация школ, мы все равно это называем школой, несмотря на то, что это в единственном числе звучит, мы понимаем, что идет речь о множественном числе. О большом сообществе людей, которые находятся в зоне притяжения школы. И эта школа является одним из важнейших сегодня в Европе общественных институтов, который принимает участие в формировании и разрешении той повестки дня, которая во многом стихийно и очень драматично появляется на наших с вами глазах в начале 21 века. Мы с вами по существу присутствуем в ситуации кризиса ценностей. И именно этот кризис ценностей является первопричиной кризиса государств и кризиса надгосударственного управления. Именно поэтому новые глобальные конфликты, которые появились в последние годы, до сих пор не нашли своего разрешения, потому что государства и надгосударственные институты, которые находятся в конфликте с ценностями, не могут найти оптимальные решения и не могут выполнить оптимальных решений. По существу главной антитезой, которую сейчас обсуждает общество, является антитеза войны и мира. Снова войны и мира. Было много иллюзий, что в 21 веке развитые государственные и надгосударственные институты, развитые общественные отношения смогут избавить мир от угрозы новых мировых войн. Вот уже несколько месяцев главной проблемой, которую мы обсуждаем, является проблема возможности или невозможности новой глобальной войны. И это для многих стало неожиданностью. И сегодня политики ищут, но не находят ответа на вопрос, что делать. И общественные институты тоже находятся в некоторой растерянности. А ценности на самом деле рождаются из больших потрясений, и из государственных, и из общественных потрясений, и из глобальных потрясений. И ценности рождаются как ответ на эти потрясения, как некая система связей, система отношений, которая позволяет добиться снятия угрозы, добиться ситуации, когда это больше будет невозможно снова никогда. И когда возникала объединенная Европа, она возникала на руинах Второй мировой войны, которая до сих пор остаётся самой кровожадной, самой разрушительной, самой трагической в истории человечества. Но сегодня существуют технические возможности превзойти эти ужасы. Во многом, значительные корни сегодняшних событий заключаются в том, что общая система ценностей после Второй мировой войны не коснулась одной из стран, которые победили во Второй мировой войне. Союза Советских Социалистических Республик и тех государств, которые находились в зоне его влияния. То есть новая система ценностей не стала общей системой ценностей для всех участников войны. Парадоксально, но государство, инициировавшее эту войну, несущее на себя значительную часть, основную часть ответственности за войну, оказалось в лоне этих новых ценностей. А Советский Союз и многие другие с ним связанные государства не оказались. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов новые ценности пришли в СССР, то возникла иллюзия, что они позволят сделать эти ценности всеобщими. Что это вот огромная ценностная лакуна, которая располагалась на территории СССР и Восточной Европы, она будет восполнена, и это будут новые возможности, которые создадут пространство для новых решений. Но этого не произошло, к сожалению. Все хотели изменений в Советском Союзе, и никто не был готов к этим изменениям. Ни внутри Советского Союза, как показала наша политическая практика, ни вне Советского Союза, в Европе. Все сидели и радовались. А потом эта радость очень быстро прошла. И стало понятно, что новые ценности не стали всеобщими. Те люди, которые основывали архитектуру и ценности новой Европы, они, безусловно, выстрадали эти ценности. Они были участниками войны, у них погибли близкие, они видели разрушенные города и государства, и это были для них личные ценности. Они их сделали для себя. Люди, которые пришли им на смену, по совершенно понятному закону поколений, стали потребителями этих ценностей. Это было нечто благоприобретенное, как на рынке. Мы родились, мы пришли в этот мир, а здесь вот свобода и демократия. Каковы причины этой свободы и демократии? Как дорого она стоила? Насколько все это хрупкое, насколько может быть утрачено? Люди в массе своей не задают себе этих вопросов, и не нужно думать, что они должны их себе задавать. Так называемый обычный человек, он и есть потребитель, в том числе демократических ценностей. Политики являются самой опасной категорией людей, которые пользуются демократическими ценностями и являются потребителями демократических ценностей. Потому что как только износители ценностей они становятся потребителями, то все разрушается. Эта угроза сегодня в полной мере воплощена в нашей стране, в России. И мы находимся сегодня в очень сложной ситуации, когда вопрос свободы и демократии при их отсутствии неизбежно ставят вопрос в повестку дня о жизни и смерти очень многих людей. Мало с какой страной, как с Советским Союзом всего 25 лет назад были связаны в Европе и мире такие надежды, и мало какую страну и нас, как граждан России, и тех, кто общается с нами и смотрит на нас, постигли такие же, такие сильные разочарования. Сила ожиданий вполне равна силе разочарований. К сожалению, ни в конце 80-х, ни в начале 90-х годов российское государство и российское общество не сделало тех необходимых действий для того, чтобы эти ценности, ценности свободы и ценности демократии у нас укоренились. И мы их только увидели, и они не смогли, не стали ценностями государства и, к сожалению, ценностями большинства общества. Для того, чтобы ценности конвертировались в государственные и общественные институты, необходим совершенно решающий рычаг. И этот решающий рычаг один везде, в любой стране мира, в любое время, во всяком случае, в 20-м веке и после 20-го века. Это общественные институты. Именно этого не произошло в нашей стране, именно этого мы не смогли построить, именно этим объясняется наше недогосударство и все те последствия, которые наступили и для российских граждан, и для Европы, и, возможно, для всего мира в связи с тем, что происходит сейчас. Главная проблема, главное понимание, которое постепенно приходит ко всем тем, кто пытается осознать происходящее, заключается в том, что эти ценности, ценности свободы, ценности человеческой жизни, гуманизма, не являются константой. Они не могут быть достигнуты, как и в Эрест, и вы там будете находиться, на этой вершине. Если вы преодолели это расстояние однажды, то оно уже для вас навсегда является вашим достижением. Это не так. Их нужно поддерживать каждый день. Это не неизменный продукт. Стоит только вам отвернуться, и уже кто-то другой использует эти ценности абсолютно в противоположном назначении тому, что было задумано вами или тем, кто был до вас. То есть для поддержания жизни этих ценностей нужны постоянные усилия. Для этого после Второй мировой войны государства создали надгосударственные институты в надежде, что они будут справляться с этой задачей. И это тоже оказалось значительной иллюзией. Значительной иллюзией потому, что внутринациональная повестка дня не может противоречить наднациональной повестке дня. Невозможно заниматься демократией во всем мире и не строить демократию у себя в стране. Если вы хотите построить демократическую Европу, то все участники этого строительства должны заниматься и у себя дома тем же самым. И только тогда с этими ценностями выходить на общую сцену. Это, к сожалению, не случилось. Очень символично, конечно, что до сих пор развивающийся и неразрешенный конфликт, который стал, можно сказать, нервом последних лет, конфликт Украины и России, возник на территории бывшего Советского Союза, который не разрешил для себя вопрос о ценностях и вопрос о новых государственных устройствах. Там, где недоработали, там и порвалось. Там не состоялось тех связей, в том числе общественных связей, которые могли бы остановить войну, остановить правительство, остановить людей, которые мы сегодня можем называть сумасшедшими, но они являются сегодня национальными лидерами. Они принимают решения от имени государства. Вот это все нарастающие противоречия между объявленными целями надгосударственной политики и фактическими целями внутри государственной политики. Оно является сегодня конфликтом, который возвращает в повестку дня вопрос о том, что такое общие ценности. Они должны быть общими внутри для себя, для человека, в том числе и для политического лидера. Они должны быть общими для государства и общества. Тогда из этого может вырасти общие ценности надгосударственные, которые могут в решающий момент остановить такие конфликты, которые внезапно, как рецидивы, возникают между государствами и, можно сказать, что между народами, к сожалению. Вот отсутствие этого внутреннего единства, этой цельности на базе ценностей, оно привело к тому, что и на конфликт России и Украины нет сегодня ответа международного сообщества и в том числе европейского сообщества. Его нет, и поэтому этот кошмар продолжается. Этот конфликт сегодня свойственен большинству нынешних национальных государств, потому что сегодня большинство политических лидеров, когда я говорю большинство, я имею в виду, что есть исключения, но их немного, к сожалению. Большинство политических лидеров являются потребителями ценности, демократии и свободы, не совсем понимая, из чего эти ценности выросли и как нужно заботиться о том, чтобы они сохранялись. Вот этот распад диалога между государствами, высокая доля политического, государственного, национального эгоизма, который сегодня является доминантой в мировых отношениях, она умножает конфликты. То, что буквально в эти дни происходит вокруг Сирии, совершенно четко показывает, что никто не намерен останавливаться. Никто. И при этом ни у кого нет решения. И этот лист остается открытым. Вот на таких открытых листах и появляются мировые войны, как способ глобальных перемен, где каждый надеется победить, и каждый надеется на свое личное бессмертие, которого не существует в принципе. Но есть иллюзия бессмертия. Что делать в этой ситуации? Кто может быть и что может быть решающим рычагом для того, чтобы изменить происходящее? Потому что нет ведь ничего предопределенного. Все можно изменить. Ответ может показаться банальным, но тем не менее это общество. Это общество, это общественные институты. Они не связаны многими нормами формального права, они не связаны государственными ошибками, они подполагают большинство горизонтальных связей, в отличие от того, что государства внутри себя, какими бы они ни были, строят связи в большей степени вертикальные, а если не работают общественные связи по горизонтали, то не будут работать и государственные, и межгосударственные связи по горизонтали. Вот здесь некий решающий рычаг, в котором есть шанс, и этот шанс сегодня, в реальном времени, он именно у нас в руках. Мы должны снова сегодня, в начале 21 века, задуматься о том, каковы задачи гражданского общества после Второй мировой войны и в ситуации, когда не началась Третья мировая война. Она не является предопределенностью, она не является неизбежной, хотя очень много конфликтов, которые сегодня происходят в нашей стране, в мире, в Европе, говорят о том, что все может повториться. Мы с вами участники уникального общественного института, который мы по-прежнему называем Московской школой политических исследований, хотя слово «московское» отсутствует сегодня на этом стенде. И это совсем другое представление о Москве, чем то, которое сегодня доминирует во всем мире. По большому счету, сегодня здесь, в этом зале, мы являемся неким прообразом будущего. Мы же все разговариваем между собой, мы стараемся понимать друг друга, мы стараемся внимательно слушать друг друга, и каждый из нас знает свою личную цену, которую он уже заплатил за свободу, и которую, возможно, нужно будет заплатить еще раз. Вот в этом уникальном сообществе и в этом замечательном образе я лично вижу залог того, что войны не будет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Руприхт Полинц, который является членом Бундестага, и долгое время возглавлял Комитет по внешним отношениям и связам Федеральной Республики. Пожалуйста, bitte sehr. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин и господин, спасибо за приглашение меня к этой конференции. И за то, что мне предоставлена возможность выступить с коротким основным докладом. Мне попросили ответить на вот такие вопросы, каким образом гражданское общество может укрепляться, что можно сделать для того, чтобы привлечь больше людей, для того, чтобы добиться общей цели, для всего общества. Этот гражданский форум, посвященный поиску утраченного универсалитма, исходит из допущения, что есть много культур, но единая цивилизация. Цивилизация, опирающаяся на права человека, свободу, верховенство, право и демократию. К сожалению, это допущение не разделяется всеми, не является универсальным, то есть всеобщим. Права человека воспринимаются исключительно как западная ценность. В иных культурах куда как важнее иные ценности, такие как, например, ценности нации, народа. И Запад обвиняют в том, что Запад применяет двойные стандарты в отношении применения прав человека и совершенно спокойно игнорирует их в своей собственной политике. Верховенство права применяется недолжным образом для того, чтобы в рамках закона подавлять свободу. Как мы наблюдаем это, например, в том законе, который, в частности, был принят в отношении неправительственных организаций в России. Демократия просто воспринимается как проведение выборов. И после проведенных выборов тот, кто выиграл, тот и будет определять все. В этом отношении я хотела бы сослаться на спикера нашего парламента, Ламберта, который сказал, что каждое из 192 государств на Земле имеет свое собственное правительство. Но только у демократии есть оппозиция. Только при демократии есть оппозиция этим правительствам. Поэтому мой вывод такой. То допущение универсализма, то есть всеобщности, сейчас испытывает огромное колоссальное давление. Мы сталкиваемся с конкуренцией между либеральной демократией, с одной стороны, и авторитарными государствами, с другой стороны. И даже внутри либеральных демократий мы видим все больше проявлений ксенофобии, противоисламских, российских, националистских партий. Такие, как, например, ФРОН, Национальный фронт во Франции, альтернатива для Германии в Германии, или, например, Дональд Трамп в США. И такие партии, движения политические, право толка получают все больше и больше поддержку от авторитарного государства. Ослабление либеральной демокрации, открытого общества, они тоже их изнутри ослабляют. Поэтому вызов перед нами стоящий является фундаментальным. Следовательно, наши ответы на этот ФСФ должны быть тоже сводиться к самим основам. Политика, конечно, вся касается людей. Того, или, как сказал Авраам Линкольн в своей геттисбергской речи, правительство людей для людей и власть, выступающая от имени людей. Это значит, что мы действительно интересоваться тем, что нужно людям. У нас 3,7 миллиарда людей на Земле живут. Но я полагаю, что все они заинтересованы всегда в одном и том же. Я перечислю сейчас. Именно жить в достоинстве, проживать достойную жизнь. Жить достойно, это значит, по сути, был основным лозунгом арабской весны, например. Конечно же, жить в мире. Жить в безопасном мире, без угроз со стороны собственного государства. А также социальное обеспечение с точки зрения пропитания и здравоохранения. И, конечно, все люди хотят жить свободно. То есть, мы желаем утверждать, что это то, что объединяет всех людей. И первый шаг, на мой взгляд, это как раз для того, чтобы добиться общей... Все должны подписаться под этими критериями, которыми мы будем руководствоваться при оценке функционирования государства и власти. И 60 миллионов беженцев на всей земле говорят нам, что где именно государства неправильно работают. И направление, в котором движутся эти беженцы, они показывают те островки, где эти принципы осуществляются лучше. У нас есть декларация прав человека, принятая Соединенными... Нет, простите, не Соединенными, а ООН в 1948 году. Оно является, не имеет обязательной юридической силы, как мы все знаем. Но обещания и обязательства более 150 стран ратифицировали в разные конвенции по правам человека. Нам необходимо теперь, собственно, спрашивать за их словом. Мы не должны позволять, чтобы контролирующие институты и инструменты ослаблялись. Ну, например, докладчик ООН по правам человека не имеет права посетить Иран. Есть такие страны внутри Совета Европы, которые являются в том числе организаторами этой конференции, которые не принимают или более не желают соглашаться с решениями прав Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ. И решения этого суда должны уважаться всеми государственными членами Совета Европы, включая в том числе Россию и Азербайджан. Поэтому Организация по безопасности и сотрудничеству Европы в УБСЕ должна быть укреплена. Ну, например, для того, чтобы осуществлять эффективно границы между Украиной и Россией в качестве первого шага для прекращения российской агрессии и прекращения войны на Украине. Гражданское общество может сыграть ключевую роль в укреплении прав человека, верховенства права, свободы и демократии. Но здесь получается, что мы идем по кругу, потому что и права человека, и демократия, и все остальные моменты, они являются необходимыми для существования самого гражданского общества. И все, где эти предпосылки существуют, там, да, будет присутствовать сильное гражданского общества, потому что, да, люди сами желают заниматься своими делами, желают делать свой собственный вклад. Люди достаточно зрелые. Они не желают, чтобы государство их опекало отечески. Но в этом и состоит обещание авторитарного государства. Я, лидер, о вас забочусь. Вот я, если вы будете, конечно, подчиняться, они не желают присутствия сильного гражданского общества, потому что они желают иметь неограниченную власть, которая будет использовать собственные интересы. Их им не нужны, им не нужны неправительственные организации, им нужны правительством организованные неправительственные организации. И либеральная демократия ограничивают роль и силы государства и укрепляют гражданское общество. И вот здесь мои буквально заключительные будут замечания. Итак, теперь, когда мы ищем утраченный универсализм, это предполагает укрепление либеральной демократии, либеральной идеи, открытости общества против вызовов, которые бросают авторитарные подходы. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Теперь я желаю предоставить слово Альборо Хель Рублесу, бывший омбудсман по правам человека Совета Европы, президент фонда испанский, который, прежде всего, среди всех присутствующих является старым другом Школы. Поэтому прошу вас, уважаемый господин Хель Рублес, спасибо большое. Я буду выступать по-испански. Спасибо. 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 to the school, to the organizing team of this event, because they really give us an example of absolute universalism, because we have the opportunity to speak in our language, be it English, Spanish, French or Russian. That is Europe, in practice, if you want. That's Europe. Ну, теперь, the last one to speak, maybe it's more difficult because many things have already been explained. But what came to mind when I was listening that in only a few days there will be the 51st anniversary of the day when I first arrived in this city, being a student myself, in a secret organisation in Spain during dictatorship. And we had a discussion between democratic students in Europe of how we could help each other out mutually in order to fight Franco. And that was 51 years ago. This building, of course, wasn't built at the time. It wasn't as beautiful at the time. And many things have occurred ever since. And Europe has become a reality. Europe, which has enabled many of us to get out of dictatorship and to enter a democratic space, a space of peace and freedom. Europe, or what we call the European Union today, is faced with many problems today. That's true. Many problems line ahead. And probably one of the most severe problems is the problem of its own identity. Which Europe do we want to see? Which Europe do we dream for the future of our children? And I believe, honestly, that one of the elements that was responsible in losing track, in losing direction, in this beautiful, wonderful project that the European fathers have put in place, Adenauer, Schumann, the Gaspari, those who thought, or even Winston Churchill, those who thought that we could never return to the horrors of the past. Well, we've lost sight of these values. We were convinced that building the European space was only a question of economy, of the market, of shared prosperity. And it's true, of course, because if we don't share prosperity and we don't share it equally across Europe, we will not be able to safeguard peace. So this was an essential ingredient in finding a remedy. And this is how the European coal and steel community was established, which then became the European Union later on. But we have forgotten in this process that it is also a characteristic of Europe's identity, of our Europe and the future Europe, that one of the characteristics would be that this joint project of progress, peace, and freedom was based on the fact that all of us would accept also common principles, common values. And we've heard the word value mentioned quite a bit this morning, values that we could share without these values being a negative element, or even that the language, the culture, the customs of every nation would still be respected. but without these universal values of freedom, equality, solidarity, democracy, and rule of law, this wouldn't work. That was really the foundation and is still the foundation that holds together every single building block of the European Union, and that's why the Council of Europe was built. That's in order to remind us that there is not only an economic perspective, but a political perspective with goals of solidarity and social goals. In a spirit of solidarity, and bit by bit, step by step, the economic success has actually made us aware that we also needed to make an effort in our societies in order to transmit these values. And every single time when Europe, the Europe that we talk about, was surrounded by crisis, we became aware that these values were at stake and were actually missing in our societies. So, the first crisis, you might well remember the war in Afghanistan and Iraq. Well, we could all imagine Europe speaking of freedom, the rule of law, that suddenly Europe came to accept the limitation of its fundamental freedoms based on the principles on security that we accept on our territories, for example, torture that was accepted than also in countries like Spain, for example, because the security was at stake and was above all the other principles. So, we forgot some of the other values and we were tempted by totalitarianism and by anti-values, to put it that way. That's why I believe that what we witness today is just a long pathway that started many years ago and we have to put an end to this process, at least those of us who still believe in the European project to be something that goes beyond the economic sphere, because if we don't do it and that's really the truth, then I have to say that, yes, Europe is really at risk and if Europe is at risk, the worldwide peace, the peace of everyone is at stake and is at risk. And why do I put it that way? Well, because at the end of the day and we've heard it also in the previous speech, in our countries, we have noticed new elements that are really changing the situation, distortion that is taking place, crisis, but we can't put all the blame on the economic crisis. No. The ghosts that were haunting us were hidden in the cupboard and the cupboards are now being opened and the right-wing forces are coming out very forcefully in France, in Germany, in other member states. And it was there somewhere, these racist and xenophobic resentments all over the place, nationalism that we thought we had overcome and Stefan Zweig said that that was the element, the most negative element that could exist that made so many wars possible. And now it's there, nationalism, think of the nationalism of the 19th century, thinking of my own country in Catalonia. So those voices who always question, why do we need Europe? Well, these voices are starting to create really a problem of identity and putting our joint project at risk. And this is very sad, a very sad reality that the UK has opted out of Europe because the UK is Europe as well. Because Europe was built with the effort and the blood shed by so many Britons who lost their lives in their fight against the Nazis. So at the very bottom or the bottom line of the vote in the UK was actually really determined by a racist and xenophobic resentment that flourished in the UK. And nobody would have thought that this would become reality. But why why did it become reality? Le Pen in France and other movements? Well, because we haven't really done our utmost in order to really teach the younger generation that the decisive element is not the monetary element. It's not money. It's not just the freedom of being able to travel or to satisfy the main needs like hunger for example. No. The main achievement is really to live together and to share fundamental values that make it possible to respect and to live in freedom. and this is what we need to teach from elementary school and we have not done it. We failed in doing so and when the crisis started to raise its head our population was really in shambles. There was no orientation, there were no indicators, no values to really guide us and this is a fight that we really have to face and it's a fight and I'm very critical when it comes to the European Union institutions in that respect. When I visited Brussels a few weeks ago and I've heard this language of the European super officer who thinks everybody can be solved by technical means, apparently still the penny hasn't dropped that. We need to change our way of thinking that the bureaucracy in Brussels still believes that they are essential for the European system. No, Europe itself is at the core of it, not the European bureaucratic structures. And what do we need? Well, we need politicians, we don't need officers, our official representatives, we need real politicians, we need that the European parliament really assumes the role of a parliament and that the commission really starts to govern Europe and not just being an artificial construction of the heads of state and government. government. When Jacques Delors was still in place, he tolerated some of this, but I think we have a great president ahead because I think the current president, a friend of mine, is really at the bottom of his heart, a very convinced European. But Europe is being built along these lines with these values, with all the difficulties and problems that we may find. But I honestly believe that, well, the currency is, of course, a reality that we cannot abandon. But, yeah, that's positive because I travel from Madrid to Berlin to Rome paying in the same currency, with all the university students traveling all over Europe with so many positive developments that Europe has to offer. But we, of course, have to reaffirm our values and principles because if we don't do it, we are really in danger of losing all these merits. And for me, it's really difficult to accept the lack of political ethics in the work of so many European politicians. And I'm really speaking frankly here. We cannot be members of a political club like Europe. We can't be a member in the Council of Europe and to accept these fundamental values and principles of the Council and the next day say, okay, we're not going to accept any refugees when they are trying to save their lives by fleeing from war and despair. And we can't really use weapons or dogs against all these refugees. And we can't also say we will only accept refugees if they're Christians. Sorry. But that is not what Europe is all about. that is a mentality from the olden times, communist mentality, authoritarian mentality. This is representatives of governments from ancient times, if you want, because today Europe is everything but limits or borders. We were able to take down certain borders and now we want to build them again. and that's not acceptable and we have to remind us of these things. Myself, in my role as a commissioner, and many of you will know, I've traveled throughout Russia, thousands of miles, and I've spoken to many representatives of the government. and if I still had this task of commissioner of European, of the human rights, we, I believe we need a dialogue with so many of these leaders in different countries. I would love, for example, to speak to the Russian leader, the leader of the Russian Federation, and listening to him and maybe also asking him, have you done anything? Have you helped the other countries? Have you lived up to your role? Now, this is, of course, now not thinking of the European Court of Human Rights, but what happened? There was a minister who came, okay, we don't know what to do with this. I don't know. I don't have the authority to really ask Putin to execute all the rights that are necessary and in order to live the values like coherence, for example, to fulfill these principles with lives, although it may be a difficult task, but that can be our strength. And we can't just use a language in one direction and a different language in the other direction. So we need to believe in our values and we need to fill them with lives, and that can be the strength of Europe, which is not in the first place an economic union, but an ideological union, and an ideological strength of peace and freedom. And to wrap this up, I like to add another element that I believe is essential. when we talk about Europe, we are tempted in a way to think that the future is the European Union, the crisis of the European Union that we have to live through, the crisis of every single member state, and also the crisis in Spain, for example, we still don't have a government in place. That's a crisis, a political crisis. And we will get out of the crisis, but what I don't like is when I hear people say, or talking of Europe, as if it was a project that can do without Russia. I believe that the future of stability and peace in Europe is inextricably linked in the partnership to Russia, not an authoritarian Russia, not a Russia that doesn't respect the fundamental rights and freedoms, not a Russia that respects the rights of freedom of expression and so on. No, a democratic Russia, but Russia is part of Europe. Russia is Europe and has always been Europe ever since the ages of literature, music, throughout our common projects. We cannot build Europe against Russia. That is a fatal mistake because this irrational Russian nationalism will be nourished through such an attitude, and also nationalism and the spirit of the Cold War that we actually thought what we had overcome. So it's necessary to support those Russians who are inside Russia, like this school, this very school, and other Russians who strive for an open, democratic Russian state. And we can't just condemn in a negative spirit Russian policy. No, we have to recognize that this is an instrumental, will be instrumental for Europe's future. And imagine Russia is an important member in the Council of Europe because the United States are not in there. As soon as there is the United States representative, there will always be this conflict between the two. But the Council of Europe is an open space where we can work together with Russia, and we're doing so a lot. And we really need to change our mindset and need to see that many Russians want to open this new pathway, and we need to convince our friends in the European Union that they should really not work against the Council of Europe, but work together hand in hand because they don't want to reinvent the wheel if they could actually build on the merits of the Council of Europe in the policies in Central Eastern Europe, for example. Okay. This is where I'm going to leave you, but I want to remind you that talking of values is not a theoretical discourse. No, it's our future. It's your future and the future of our children. And if we don't bear that in mind, we will go towards disaster and destruction. And so this is the challenge that lies ahead, and the school and many similar schools and other players really need to continue to give these impulses. Thank you. Thank you very much, Alvaro. Really thought-provoking comments of yours. And now Yuri Sinakosov, well-known to most of us, the responsible for the editing part of the school and also a contributor on philosophy during the curriculum of the school. Thank you very much. Thank you very much. труднее, но дружба продолжается, демократия существует, мы живы, свобода и жизнь – это наш девиз, это наша вера, и поэтому мы продолжаем. Есть такие два слова – туманная, дождливая такая пасмурная погода, но тем не менее мы ясно видим при этом очертания, контуры домов. Для того, чтобы увидеть их отчетливо, дома, необходима солнечная погода. с высоты, глядя на Землю, можно видеть, вернее, современная техника позволяет снять все в увеличенном виде, ясно и отчетливо увидеть очертания той поверхности Земли, где мы находимся. и в этой связи можно сказать, что все, что есть на Земле сегодня, это прежде всего искусственная природа, не только та естественная природа, в которой мы живем, от которой, к сожалению, в городах мало что остается, мы живем в искусственной второй природе, об этом много было дискуссий в середине XX века, мы это все знаем прекрасно, но по мере того, как нас окружает все больше и больше искусственный мир, жизнь становится сложнее, и это городская жизнь, это огромные мегаполисы, где люди людям приходится жить всем вместе, какую бы религию они не исповедовали, какой бы профессией они не занимались, искусственных языков больше, чем естественных сейчас, и тем не менее, мы каким-то образом находим, и нас устраивает та жизнь сложная, но мы ее должны учиться практиковать, потому что сложность жизни нужно учиться практиковать, и для этого нужно думать, для этого нужно учиться думать, и я, готовясь к сегодняшнему выступлению, написал довольно длинный доклад, я его сокращу, потому что мы уже сидим достаточно, устали, и я возьму только кусок один, и это для тоже переводчика, потому что текст, который я написал, он уже есть в переводе, будет легче переводчику переводить, хочу я начать свое выступление в этой связи с фразы, вернее, с латинского выражения, которое наверняка вам знакомо, homo faber, человек творящий, делающий, то есть то, что мы делаем сами своими руками, мы это понимаем, а как можно понять гражданское общество, которое руками не делается, спрашиваю об этом, чтобы напомнить вам, быть свободным сегодня, значит придерживаться тех принципов защиты естественных прав человека, экономической свободы, частной собственности, равенства всех перед законом, разделения властей, легальной оппозиции, которые изобретались, изобретались, это не делается руками, людьми и продолжают изобретаться, потому что просвещение продолжается, ценой риска и упрямства, а затем на уровне физического навыка массово, личностно осваиваются, только так возникает общество граждан, способных мыслить критически, преодолевая соблазнные искушения культурного фундаментализма, популизма, политического насилия и безразличия индифферентности к качеству социальной сферы, поскольку все мы так или иначе можем быть счастливыми, успешными, любить и быть любимыми и свободными. Так что же мешает нам быть успешными и свободными? патернализм, идеология, лень. Возможно, вы слышали или помните советский анекдот про хотение. Я опять хочу в Париж. Почему опять? Потому что вчера хотел. Но мы действительно чего-то хотим, о чем-то мечтаем, на что-то надеемся, к чему-то стремимся. Так что же мешает нам осуществлять наши мечты и надежды? Отсутствие талантов, социально-экономические условия, бюрократия, авторитарная власть или нехватка демократии и эффективных лидеров? Как утверждают в своей книге «Что ждет Европу в будущем» известный английский социолог Энтони Гидденс. Об этом можно рассуждать. Но я хочу подчеркнуть, что именно понятие свободы, права и закона определяли во многом развитие европейского общества. Естественно, в разные эпохи и в разных странах по-разному, но я хочу в этой связи напомнить и процитировать опубликованное в начале 1941 года эссе Джорджа Орвелла «Лев и единорог». Это 1941 год. Бомбы падают на Лондон. Он пишет это эссе и там есть такие строчки. Он пишет о чрезвычайно важной английской черте об уважении к законности и вере в закон как нечто стоящее выше государства и при этом подчеркивает тоталитарная идея, что закона нет, а есть только власть, в Англии так и не привелась. Почему? В СССР, в Германии, Италии, Испании она привелась, а в Англию не привелась. Каким образом удалось этого избежать? Ответ казалось бы очевиден, потому что Англия родила не только великой хартии и вольности, но и одного из первых парламентов разделения властей. А Италия, которая является родиной европейского возрождения, почему она не избежала фашистского соблазна? Или Габбургская Австро-Венгрия, родина австрийского Ренессанса, где во второй половине XIX начала XX века сосуществовали разные языки и нравы, аристократическая и массовая культура, родина психоанализа и теории относительно Эйнштейна, почему распалась она, не говоря уже о России? Ведь в самом деле, почему так легко рухнула в России казавшаяся монолитной советская власть, за которую и за идеалы которой было пролито столько крови? Из-за Горбачева? Но он этого явно не хотел. Из-за Ельцина? Или еще вопрос, что произошло в 1917 году, когда пала власть царская? О чем это говорит? О деградации в стране всех общественных устоев. Сколько же должно было накопиться в условиях самодержавия и реализации советского проекта страданий, обид, страха, безразличия, ненависти, недоверия, чтобы такое случилось в моей стране дважды за 70 лет? Поистине, как сказано в Евангелии от Матфея, не думали, пока не пришел потоп. Не разрушение, а саморазрушение, начавшееся в начале 20 века в атмосфере взаимной ненависти и создания Лениным партийной организации с ее маниакальным стремлением все подавлять и контролировать. Как разорвать этот порочный круг несвободы? Я говорю об этом, чтобы напомнить, после того, как 26 декабря 1991 года было объявлено о прекращении существования СССР, через полтора месяца 7 февраля 1992 года был подписан Мастрихский договор, положивший начало Европейскому Союзу. Удивительно, страна-победитель распадается, а побежденная страна становится вместе с Францией локомотивом объединения Европы. Однако 25 лет спустя в результате глобального социально-экономического кризиса, проявления национальных амбиций, угроз терроризма, растущей миграции, Евросоюз, Россия и весь мир снова переживают отнюдь нелегкие времена. Если какая-то альтернатива, способная исправить ситуацию, на мой взгляд, есть, об этом уже было сказано несколько раз, на путях гражданского диалога. И, видимо, кого-то это удивит на путях гостеприимства. То есть не просто отношения между индивидами, определяемых понятиями взаимодействия, связь, коммуникация, а в том смысле, что человек как вид множественен, и его сущность проявляется в той мере, в какой человеческая личность поддерживает и сохраняет общение. И происходит это благодаря именно гостеприимству, учитывая, что общение может навязываться пропагандой, то есть быть принудительным, а гостеприимство исключает принуждение. Почему я обращаю на это внимание? Во-первых, потому что гений языка рождает слова и понятия, которые помогают, как я сказал, вернее, это было сказано, я об этом сейчас не говорил, собирать нашу жизнь в нечто осмысленное. И, во-вторых, хочу напомнить, что с начала XVI века в Европе появляется особый философский жанр трактатов о вечном мире и получает вторую жизнь латинское слово госпиталис, гостеприимство. Я имею в виду жалобу мира Эразма Роттердамского, всеобщий совет об исправлении человеческих дел Яна Каменского, опыт о настоящем и будущем мире и Европе Вильяма Пена, суждение о вечном мире Жан-Жака Руссо, к вечному миру Эммануила Канта, рассуждение о мире и войне русского социального мыслителя Василия Малиновского. Все авторы этих трактатов, осуждая войны, мечтали об установлении мира на все времена, который представлялся им либо в виде непосредственного результата разумной политики просвещенных правителей, либо заключения договора между правительствами. «Война, подобно морозам, сразу уничтожает все человеческие блага и приостанавливает гражданское развитие общества», писал в своем трактате Вильям Пен. «Ни промышленность, ни строительство, ни ремесла исчезают, гостеприимство и милосердие, все, что дарует мир, пожирает война». Будучи сторонником договорной теории происхождения государства, Пен предлагал правительствам отказаться от решения спорных вопросов силой оружия и вступить в союз государств путем создания Европейского Конгресса, парламента или палаты государств. При этом его проект предусматривал включение в него также России и Турции. А вот что писал в своем трактате «К вечному миру» Кант «Только разум может подсказать, как найти выход из беззаконного состояния дикости и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое государство могло бы ожидать своей безопасности. Поэтому право всемирного государства должно быть ограничено условиями всеобщего гостеприимства». То есть правом человека, продолжает Кант, «На дружеский прием любого государства, ибо это право принадлежит всем людям в силу права общего владения земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара, люди не могут рассеяться до бесконечности и поэтому должны терпеть и уважать соседство других». Сегодня можно по-разному относиться к названным трактатам. кто-то скажет, что они не оказали никакого влияния на политические судьбы Европы и по-своему будут правы, так как войны продолжаются. Другие согласятся и добавят, что они имели слабый общественный резонанс и будут тоже правы. Третьи, которых большинство скорее всего о трактатах даже не слышали и уж точно вообще не думают о каком-то вечном мире. Однако трактаты появились и в 1945 году, 150 лет спустя, после публикации Кантовского трактата и не без их влияния появилась уникальная за всю историю человечества организация объединенных наций, созданная для поддержания и укрепления международного мира и развития сотрудничества между государствами. в преамбуле устава этой организации сказано «Мы, народы объединенных наций, в полной решимости избавить грядущее поколение от бедствия войны, дважды в нашей жизни принесшие человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и свободы человека». Повторю еще раз важное, на мой взгляд, в этой фразе слово «стремимся, не хотим и не пытаемся, а стремимся вновь утвердить веру в права и свободы человека». С какой целью? Чтобы обрести и сохранить дух миротворчества и гостеприимства, о котором писали авторы трактатов о вечном мире. Разумеется, можно и хотеть, и пытаться, и мечтать. Или просить, чего хочешь, гласит русская пословица, того и просишь. Раньше просили у Бога, а теперь часто у государства, с надеждой, что получишь. Хотя известно, что наша вера, или точнее наше упование на Бога, должно быть настолько полным, чтобы не оставалось надежды на его участие в наших делах. А что это значит, когда мы говорим о мире и наша цель утвердить веру в основные права и свободы человека, у нас не может не быть доверия к гению языка, благодаря которому, общаясь, мы продолжаем понимать друг друга. Только общество, основанное не на внешнем принудительном, а на внутреннем, моральном уважении к другим мнениям, способно создать прочный фундамент свободного демократического устройства, поскольку ценность демократии не в том, что она власть всех, а в том, что она свобода всех. То есть смысл ее скорее отрицательный. Демократия означает освобождение от опеки и непотизма. Черчиллю, как известно, принадлежит афоризм. Демократия наихудшая форма правления за исключением всех остальных. Наихудшая, как я понимаю, только в одном смысле. Под демократией Черчилль имел в виду некое пустое пространство, которое никто не имеет права национализировать и приватизировать целиком. Ни царь, ни король, ни народ, ни партия, ни бизнес. В условиях демократия есть место всем. И если вы с этим согласны, а я думаю, что согласны, приведу другой афоризм, другое изречение русского философа Семена Франка. Демократия, основанная на свободе, есть наилучшая из возможных форм политического устройства. Спасибо. Спасибо. The floor is open for questions. возможно будет ставить вопросы. Ну, да, вопросы панелистам и если есть вопросы. Пожалуйста. Никто не был готов. Thank you for interesting discussion and good remarks about the present crisis of European Union values. My question when I was thinking about the importance of education of EU values of I about the values of moral of education you can't prove to the values you can't hold on It means that it is not enough to talk about the values but to live and to live and I heard that the докладчики говорили о том, что мы, чем мы не руководствуемся с точки зрения европейских ценностей. Поэтому я думаю, что недостаточно говорить про врагов или про радикальные европейские партии, а нужно также говорить про другие ошибки, что именно мы не проживаем с точки зрения руководства европейскими ценностями, когда молодежь уже не верит в эти проекты. Я думаю, что это наши ошибки, ошибки наших европейских элит. Что вы скажете про эту мысль? Большое спасибо. Кто-нибудь из наших уважаемых докладчиков хочет ответить на этот вопрос? Есть ли желающие? Конечно же, нужно жить руководством с теми ценностями, которые вы провозглашаете. У нас в ЕС есть 28 государств-членов ЕС, и, как вы видите, у нас совершенно различные дискуссии, обсуждения происходят между ними и внутри стран. Например, если мы проживаем нашу жизнь в соответствии с нашими ценностями в отношении беженцами, то тогда вопрос встает так. Скажите, пожалуйста, а Европа что должна стать укрепленным замком, который никого не позволяет извне проникнуть в него? Вот это, наверное, более популярный подход нынче в Польше, в Венгрии, бывших в восточноевропейских странах. Или же нужно придерживаться своих ценностей и действовать в соответствии с Женевской конвенцией. И все мы подписали ее. И делать все, что мы можем. И явно, что мы можем сделать больше, чем делаем сейчас. В ЕС 500 миллионов членонаселения. Теперь нам еще 2 миллиона беженцев на весь Евросоюз. Это, безусловно, не что-то такое, чем мы можем ограничиться даже в Германии. Мы обсуждаем, что 1 миллион беженцев в прошлом году. Не слишком ли это много для нашей страны? Я не думаю, потому что у нас 80,2 миллиона. И уж мы явно справимся с миллионом беженцев. Мы явно можем справиться и в этом, и в будущем году еще с большим. Если вы сопоставите нас с Ливаном, например. Ливан с населением 4 миллиона уже давно живет с миллионом беженцев. И это применительно Германии и означает, что у нас должно быть 20 миллионов. Мы должны задумываться о том, что действительно ли мы можем справиться с такого рода вызовами нашей идентичности, которые являются большим препятствием, когда мы обсуждаем необходимость открыться этим вызовом. И тогда те учения, что нужно заботиться о других людях, вот это положение, конечно, не должным образом понимается, если государство говорит, нет, как венгерский, например, венгерский премьер Виктор Орбан говорит. Ну что же, Альваро, желаете ли вы добавить что-то на это? Да. Я думаю, что это смешная мессия уже была фраза. Я абсолютно согласен. Потому что, конечно, вы должны быть вложены в жизни. Это не достаточно, чтобы говорить о них. You need to teach the values in schools. You need to transmit the values with your personal behavior and your political attitude to ethics and also assume the consequences to really believe fundamentally in these values. And Germany has really been a great example for the rest of Europe because Germany has taken on, has welcomed one million refugees. And Mrs. Merkel, I mean, you can agree with her political statements or not, but she has really given an example of political coherence and faith in European values. For example, the value of solidarity, which is a basic value in the European project. And Mrs. Merkel and her government and her political party have really assumed the consequences, the political consequences raised by populism, by also this ugly nationalism that is raising its ugly head. and all these negative isms that are around. And she's really put an example out there for all of us. My country, my country has taken on 1,600 refugees. This is ridiculous. That means that all the rest of the member states is not really following in the footsteps of Germany. And that this means that we can't really accept the political philosophy of Mr. Orban. That's very clear because that does not go hand in hand with the European values and the European project. I would like to add that there is a continuous evaluation of the standing of the fulfillment of the criteria for human rights within the Council of Europe. And the different countries are ranked according to... in accordance to the terms of how they perform different criteria. We are talking about that it is not just that there is a conversation about this thing, but there are also functions that there are many mechanisms that are used to change their positions. Please, if we have... Yes, I want to ask about this... Please, please, ask you... Please, don't know, please, of course, to introduce yourself. Please, please, answer your name. — Наталья Назарова, выпускница Московской школы политических исследований 2011 года, город Петза. Спасибо большое всем экспертам за очень интересную дискуссию, возможность поразмышлять. У меня очень много записей, но вопрос в большей степени, наверное, я задам Юрию. Когда вы говорили о вечном мире, к своему стыду могу сказать, что не всех авторов я читала далеко. И постараюсь исправиться, я размышляла, а что такое вечный мир? И задавала себе вопрос, это без изменений границ, без конфликтов, или же это отсутствие конфликта, но без насилия и без войн? Вот хотела бы у вас уточнить это. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, вечный мир недостижим. Это очевидно в том простом человеческом понимании, когда мы слышим эту фразу, нам кажется, человек, наверное, глуп, либо замечтался. Но у меня личное отношение или личное понимание этого выражения, оно связано с тем, что мы ведь все равно действительно... Вот Лена об этом немножко сказала, что вера – это человек, человек – это вера. Вера, она бывает на каких-то основаниях, бывает без оснований. Вера на основаниях, скажем, вера в Бога, который должен помочь, он помогает, если быть усердным и так далее, и так далее. Вера без оснований, скорее философская вера, связанная с метафизикой, и в метафизике есть собственный словарь, антология, эпистемология и так далее, но дело не в этом. Дело в том, что мы ведь знаем, что есть заповеди. Не убивать, не предавать, не врать, не воровать и так далее, и так далее. Это все эмпирические вещи. И именно они запрещены законом. Закон как бы стоит на страже того, чтобы это не... Ну, не воровали, не убивали. А право, оно как бы исходит из свободы. И поэтому есть эмпирические конкретные запреты, и есть эмпирические заповеди, а есть метафизические. Их две. Я лично это исповедую. Есть свобода и жизнь. Можно назвать вечную жизнь, потому что мы ведь не знаем, ну, мы живем, жизнь продолжается. Она была до нас, она будет после нас. Она... Сейчас идут поиски где-то на других планетах. Но то, что мы называем жизнью, вот она есть и все. И как можно вообще предавать жизнь, нарушать жизнь, истреблять жизнь? Ну, в голову не входит. Поэтому я думаю, что вот эти вот мечты о вечном мире у тех авторов, которых я называл, они скорее связаны вот с этим ощущением или вот интуицией. Так же, как у нас есть интуиция. Мы знаем, что интуитивно, что мы все принадлежим к человеческому роду. Но в этом смысле эти самые универсальные ценности как бы распространяются на всех. Но одновременно мы знаем, что культур много, и культуры искрятся, прикасаясь. То есть они... Мы видим, что культуры препятствуют общежитию. А цивилизация одна, она как раз предполагает личность, способную понять личность другой культуры, другой страны и так далее. Это руками потрогать невозможно, сделать невозможно. Это можно держать в голове, стоя одной ноге, ногой на твердой земле, вторую подняв и пытаясь шагнуть, при этом не забывая, что то, к чему ты шагаешь или благодаря чему ты шагаешь, находится в этом самом виртуальном, как сейчас принято говорить, пространстве. Можно я только добавлю один конкретный пункт? А именно предложение, чтобы установить вечный мир. Это предложение последнего императора о создании международного суда в Гаге по именно решению конфликтов через суд. Если это сработало бы, то, конечно, это довольно существенный шаг в сторону вечного мира. Между прочим, например, этот процесс применялся, когда возник после распада царской России вопрос о Аланских островах, где живут шведы, но это принадлежало к Финляндии. И Швеция согласилась с решением Гагского суда о том, что это должна быть часть Финляндии. Несмотря на то, что, конечно, в то время было бы легко мобилизовать каких-то любителей с эсминцами, которые бы заняли эти острова без всяких вопросов. Это благодаря тому, что есть свет ума, свет любви, свет дружбы, свет гостеприимства, поэтому работают это. Или страна, которая довоевалась. Пожалуйста, здесь можете представиться. Спасибо большое. Меня зовут Теона Лаврелла Шрели. Я из Георгия, алюминатор Аденау Фаундэшн и сейчас работаю в Европе. Сейчас я работаю в Европейском парламенте. Благодарю вас за замечательную сессию и за участие. Мой вопрос относится с популизмом, популизмом, который растет в Европе и по другую сторону Атлантики. Как нам поступать с популизмом? Нам следует мириться с этим или активно противостоять этому? Господин Михаил Роблис верно указал на то, что мы немножко запоздали с надлежащим воспитанием молодого поколения. И как мы можем соотнести или построить этот мостик между тем поколением, которое создавало сегодняшнюю Европу после войны, и современной молодежью? С Вашего позволения, очень краткий ответ на Ваш вопрос. К сожалению, авторитарные тенденции, авторитарные модели на протяжении человеческой истории показали свою определенную экономическую состоятельность. Мы видели это в 20-е годы, в 30-е годы в Европе. Но, к сожалению, я должен сказать, что другого пути, кроме как противостоять им активно, у нас просто нет. Простите, Лена вот указывает, что у нас осталась одна минута. Майкл из Парижа. Мы говорили о противостоянии национализму и протекционизму. В известном смысле национализма и протекционизма, как это ни парадоксально, может быть достаточно полезным. Вот возьмем пример Нокио. На мой взгляд, проблема зависит от масштабов. Существует французский национализм или немецкий национализм, но супранационализм на европейском уровне позволил бы нам справиться со всеми насущными проблемами, включая проблему иммиграции. Если бы мы, поэтому в контексте общей Европы, большой Европы, проблема иммиграции, в принципе, решается достаточно легко. Поэтому, может быть, следовало бы говорить о каком-то общеевропейском национализме или национализме присущем, который должен быть присущ всему Европейскому Союзу, нежели отдельным государством. Очень интересный вопрос. Вопрос интересный как с философской точки зрения, так и с эмпирической точки зрения. Да, интересно, что многие из нас происходят из самых богатых стран мира, открытых к конкуренции. Иные люди происходят из других стран. И поэтому, мне кажется, что этот вопрос как раз-таки к обеду очень нас подводит правильным образом. Я бы хотел вас поблагодарить всех за замечательное утро. Спасибо. Спасибо.